Приветствую вас, дорогие друзья, на нашем канале. Добро пожаловать. Не успели мы с Кариной распаковать первую посылку в трансляции, как уже подошла вторая. Давайте сейчас я её раскрою и вернусь к вам. Конверт снял, а здесь ещё один пакет. Увидимся ещё раз. Ну всё, посылка вскрыта. Отправила нам Белла опять вторая посылка от Беллы. Балуют, балуют нас наши зрители, дорогие, любимые. Так, здесь я вижу сразу шоколад. Это уже становится интересно, потому что шоколад мы любим. Пойдём сейчас пить чай ещё раз. Линд Экшелэнс. Так, с клубникой, в общем, тёмный шоколад с клубникой. Такая вот красота. Это что такое интересное здесь? Что-то такое. Сумочка, видимо, какая-то от Арифлейн. Я так полагаю. Косметичка, наверное. А в ней ещё и шарфик. Платок. Вот такая вот косметичка. Надеюсь, будет видно всё хорошо. И вот такой вот красивый шарфик. Но это, конечно, не моими ручками трогать, потому что у меня руки сухие. Можно и затяжек понаделать. Вот такая вот прелесть, ребят. Вот она. Какая красота. Слушайте, ну круто. Вот так вот я её даже на себя одену. Буду сегодня стильный. Так. Было спасибо. Вот спасибо вам огромное ещё раз. Очень приятно. Я вижу здесь, видимо, ещё какой-то флакончик. Вроде бы я помню, нам было писалось, что отливантики отправила. Так. Открыл коробочку. А в коробочке Giordani Gold Original Reflame. Вот такая вот красота. Нам целых аж 50 миллилитров. Причём он закрытый, запакованный флакон. Буквально недавно нам точно такой же отправили в ручки. Елена отправляла точно такой же аромат в ручки. Не знаю. Ну, к концу видео, наверное, всё-таки откроем. Пшикнем ещё раз попробуем. Может быть и не такой. Ну, вроде бы точно такой же аромат был. Надо будет заглянуть. Так. Ну, что-то как раз зацепилось. Так. Распаковал. Здесь куча-куча отливантиков. Вот такая вот ограниченная кучка отливантиков. Надеюсь, видно. Сейчас я вам скажу, что тут за ароматы у нас. Мимоза Малинар. Вот так вот. Точно мимоза? Помадой пахнет. Вкусно. Так, дальше. Линстант. Вот и туалет. Это, я так полагаю, Герлен. Если мне не изменяет память, с таким названием я знаю только Герлен. В туалетной версии. Ой, какая прелесть. А почему мы когда его в магазине тестировали? Как-то он нам не особо почему-то вроде бы. Сейчас я слышу красиво. Наверное, как всегда, много всего перенюхали в тот день. Так. Так. Серж Лютанс. Ширги. О, какая жидкость прям красивая. Так. Ну, Ширги я знаю. Ширги у меня был отливантик. Сено, политое сиропом. Мне вот он именно так и пахнет. Хотя вроде бы аромат про табак. Так, это что это у нас такое? Элен Трейси. Линда Аллард. Вроде бы так. Интересно. О, Кабул Ут Монталь. Тот самый аромат, вокруг которого куча-куча споров, легенд и вообще тайн, покрытых мраком. Одни говорят, что это оригинальный аромат. Другие говорят, что это безумно качественная подделка. Я же все-таки склоняюсь к первому варианту. Потому что, насколько мне известно, бренд Монталь разделился на два лагеря. Одни вроде бы как арабского производства. Ну, то есть, арабский вот этот тот самый их концерн, который выпускает ароматы во Франции. И второй концерн у них находится в Италии. Соответственно, они между собой даже соперничествуют. Есть такое. Но это тот самый аромат, который тоже похож на черного афганца. Но он мне даже нравится, наверное, больше, чем афганец. Не знаю. Интересно, очень интересно. Так, здесь у нас что? Серж Нуар. Серж Лютанс. Так, ну этот аромат я знаю. И заказал буквально недавно от Левантик себе на духе РФ. Так, здесь у нас что такое? Happy Pillow. SDG2. Не знаю, что за бренд такой. Возможно, сокращение какое-то. Необычно прям так пахнет. Как будто как сушеным укропом, что ли. Не знаю. Ну, вот сушеный укроп. Так, Тилиуль Дорсей. О, интересно, Дорсей, интересно. Давно хотел попробовать их ароматы. Ой, какая прелесть. На Евроше похож. На Роли. Красивый аромат. Так. Здесь у нас что такое? Кон де Гарсон. White. Белый. Белый кон де Гарсон. Так, не помню такой аромат. Соленый ветивер, что ли. Дымный. Что-то такое интересное прям. Это мы потом более подробно будем узнавать, когда обливаться буду. Так. Амбре, Гри, Марк де ла Моранзьер. Даже не знаю, какой бренд. Первый раз вижу. Ой. Ой. Ой-ой-ой. Лотос, что ли, прям такой всесильный. Так, Фам Роша. Колонь. Винтаж. О, интересно. Колонь я еще не пробовал. У меня есть дыхи, вроде бы, винтажные в отливанте. Похоже. Похоже на то, что у меня есть. Этот более свежий такой. Похож на то чудо. Так. Опе де ла Флёх. Лоранже. Лаванда Омбре. Так, это, видимо, это, полагаю, длинное название бренд. В тени лаванды, что ли? Лаванда Омбре. Ну да, лаванда прям, очень такая, натурально звучащая, красивый аромат. Так, и здесь у нас что такое? Амуаж Обар. Обар, Обар. Я думаю, многие поняли видео флакона этого аромата. Мы не пробовали, естественно. На трансляции мы рассказывали, что мы первый раз только вот флакона увидели, когда нам было, отправила ту посылку. Так. Ой. Ой-ой-ой. Камфора. Ну, прям вот пахнет камфорным маслом. Я так полагаю, откроется он, конечно, куда более интереснее, чем просто камфоровое масло. Камфорное. Ну, ничего так прикольно, специфично. Все, как я люблю. Так, и еще две вот таких вот, два таких вот сверточка. Здесь должен быть интересный аромат, тоже отливантик. Коти-Лю Рижан. Давно хотел его попробовать. Говорят, он похож на Красную Москву. Вот мне интересно знать, так ли это или нет. Попал во второй сверточек. Здесь еще отливантики. Так, с чего начнем? Коти-Ампре-Ву. Ампре-Ву. Аромат Ампре-Ву. Коти-Коти-Старинный парфюмерный дом. Насколько мне помнится, который вроде бы уже даже не существует, но существует их концерн, под которым выпускают свои ароматы другие дома. Сочная зелень. Не знаю, пока сложно что-либо сказать. Так, дальше. Опять Коти-Эмироуд. Эмироуд, это вроде бы тот самый аромат, который, говорят, похож на Шалим Мар. И он вроде бы даже был выпущен раньше, чем Шалим Мар. Поэтому там ходят споры, какой все-таки же из них был первым ароматом восточного направления для женщин в те далекие годы. Ну да, есть и действительно схожесть. Безусловно, есть, но этот он слаще, мне кажется. Сюда его мазануть, что ли. Слушайте, мне интересно. Вкусный аромат, красивый. Так, Коти-Ля-Ниман, Ле-Ле-Ман, простите, Ле-Ман, называется аромат. Так, ну или может быть как-то по-другому. У меня с французским всегда были проблемы. Мм, вкусняшка. Жасмин, что ли, слышу? Прям такой, похожий, как в Сеж-Лютан с Аля-Нью-Ви. Прямо вот, похожего направления же с ним, если мне мой нос не изменяет. Коти-Шипр. Опять же-таки, тот самый первый шипровый аромат, который был выпущен домом Коти, после которого все начали выпускать свои шипры. Ну, шипры я, конечно, люблю. Дубовый мох прям такой, заметный, насыщенный дубовый мох. Но, знаете, не шероховатый с пробирки, а уже в процессе базы сладкий, когда он становится сладким. Так, Курдон Верт. Опять же-таки, Коти. Так, в этом пакетике были все ароматы Коти. Пять штук ароматов Коти. Было спасибо, вот правда, спасибо огромное за Коти. Давно хотел познакомиться с их ароматами, потому что у меня, помимо страсти вообще, как бы, к старой школе, есть еще страсть к старинным парфюмерным домам. Но, к сожалению, в нашем случае, в нашем городе это все сложно делать, со всеми знакомиться. А заказывать все через интернет, конечно, тоже то денег нет, то ароматов тех нет, которые бы хотелось. Так, и здесь еще, здесь, наверное, еще один аромат Коти, потому что среди тех пяти штук я не увидел Ле Рижан. Тот самый Ле Рижан. Да, Ле Рижан, вот такая вот красота огромная. О, сколько здесь мне хватит надолго. Ну-ка, 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 ну-ка. Удовлетворить свой праздный интерес, наконец-то. Ну, конечно же. Естественно, это она. Та самая... Ой, Красная Москва. Ну, знаете, вот по первым нотам, вот по старту, Красная Москва, она все-таки даже более грубая. Более шероховатая, невыровненная, несбалансированная, кажется, на фоне вот этого аромата Ле Рижан. Потому что он очень такой вот сбалансированный, округлый, аккуратный. Доведенный до ума, как говорится. Потому что над Красной Москвой, хоть я и люблю этот аромат, безумно люблю, но над ним, как говорится, еще бы вот поработать, и было бы вообще прелестно. А это вот исправленная версия. Хотя, я так полагаю, это еще, наверное, было выпущено раньше, чем Красная Москва. Очень круто. Вот прям безумно круто было. Спасибо, спасибо, правда, спасибо вам огромное за посылку, за чудесные ароматы. Будем знакомиться, будем пробовать. Уже не буду, конечно, обещать, что на все прям сразу сделаю обзоры в ближайшее время. Потому что отливантов много, у меня очень много. Поэтому здесь не один год надо будет, чтобы до каждого из них руки добрались. Потому что, помимо всего этого, есть куча других флаконов, про которые надо говорить. Но, тем не менее, сам для себя я всегда ношу, всегда использую. Когда заканчиваются, я думаю, многие из вас заметили, что я в последнее время обязательно на своих трансляциях освещаю, какие ароматы я уже изнасиловал до конца и рассказал вам в прямом эфире. Изнасил до конца. Слушайте, ну красивый, красивый аромат. Мне понравился. Giordani Gold Original целый, закрытый флакончик. Так что, ну давайте вскроем. А, открытый. Открытый, я думаю, он прям полностью запечатан. Мне просто было, не снимает слюду до конца. Вот такая вот красота. Флакон еще с изоротами, прям со всякими. Смотри-ка, как они красиво все сделали, шведы. Давайте брызнем. Вроде бы тот же, а вроде бы другой аромат. Ладно, это надо будет доставать тот попробничек, или точнее сказать, ручку на 10 мл. Посмотреть название, сравнивать. Ой, ну интересно, интересно. Спасибо, спасибо большое еще раз было за первую посылку, от которой мы до сих пор отойти не можем. За вторую посылку с кучей ароматов от бренда Kati. Вот это действительно прямо сюрприз так сюрприз. С удовольствием буду пробовать, разнашивать, изнашивать. Обязательно делиться впечатлением по мере возможностей в наших трансляциях. Ну и естественно, с остальными ароматами также будем знакомиться. Пишите, ребят, свое впечатление по поводу ароматов, с которыми вы знакомы. Расскажите про ароматы Kati, если кто-то знаком с ними. Как вам в целом бренд и их ароматы, что у вас есть. Еще раз огромное спасибо было за чудесные подарки. Дай Бог вам здоровья и всего самого наилучшего. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пока.